Дорогие наши пациентки, добрый день! Мы продолжаем обсуждение такого серьезного заболевания, как рак молочной железы. Известно, что многие его формы успешно поддаются лечению, однако терапия имеет ряд побочных эффектов, которые приводят к осложнениям, в том числе и эндокринным нарушениям. Сегодня мы поговорим о так называемом гормон-зависимом раке молочной железы, эстроген-зависимом раке молочной железы, обсудим, какие эндокринные нарушения возникают в результате медикаментозной терапии данного вида рака и вспомним о сопутствующих эндокринных заболеваниях, которые могут повлиять на эффективность проводимой терапии и на прогноз наших пациенток. Основа лечения медикаментозного гормонально-зависимого рака молочной железы является назначением препаратов, которые либо подавляют синтез эстрогенов, либо подавляют действия эстрогенов в женском организме, что сопряжено с развитием как климактерического синдрома, так и развитием ранней менопаузы, с характерными психоэмоциональными нарушениями. И, конечно, часто приводит к серьезному снижению минеральной плотности костной ткани и в некоторых ситуациях к развитию остеопороза. Это так называемая болезнь ломких костей, когда даже минимальная травма может привести к переломам в дальнейшем, грозящим инвалидизации и в некоторых ситуациях даже ранней смертности. Международные клинические рекомендации по лечению гормонально-зависимого рака молочной железы показывают важность регулярного обследования пациентов, получающих гормональную терапию, а именно проведение денситиметрии с целью определения минеральной плотности костной ткани. И результаты клинических исследований показывают нам, что во многих ситуациях необходимо назначение остеопротективной терапии с целью снижения риска переломов. Это такие препараты, как деносумаб, заредроновая кислота, которые назначаются в комбинации с витамином D и препаратами кальция. Как и любая другая терапия, которая назначается на длительный промежуток времени, остеопротективная терапия требует персонифицированного подхода с учетом всех сопутствующих заболеваний наших пациентов, с учетом возможных побочных эффектов препаратов. Только такой подход дает нам возможность подобрать терапию максимально эффективную и безопасную. Не менее важно, насколько наши пациентки выполняют рекомендации, данные врачами. Продолжая разговор о гормонально зависимом раке молочной железы, хотелось бы вспомнить, что такие эндокринные заболевания, как ожирение, сахарный диабет, не только являются факторами риска развития гормонально зависимого рака молочной железы, но и ассоциированы с более неблагоприятным прогнозом лечения наших пациентов. В связи с чем, хотелось бы напомнить, что снижение массы тела у пациенток с ожирением, нормализация уровня сахара крови у пациенток с сахарным диабетом не только является неотъемлемой частью профилактики развития гормонально зависимого рака молочной железы, но и важной частью комплексного лечения данного заболевания. Мы, эндокринологи, стараемся активно взаимодействовать с нашим диетологом, сомнологом, клиническими психологами и психиатрами, занимающимися пищевым поведением. И у нас всегда есть возможность обратиться за помощью к бариатрическому хирургу. Мы всегда готовы помочь вам.